И в продолжении темы. От того, насколько правильно оборудованы пешеходные переходы, зависит безопасность детей, которые учатся в школах неподалеку. Например, продолжается ремонт улицы Первомайской. На этой улице всегда оживленное движение, отмечают жители Бердска. В наибольшей опасности юные пешеходы, которые идут на учебу в первую школу. Отмечается переход здесь без светофора и лежачего полицейского. В 2023 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтирован участок улицы Первомайской. От улицы Вокзальной до улицы Советской общей протяженностью более двух километров. Первый этап ремонта участок от поста ГИБДД до дома номер 12 на улице Первомайской отремонтировали в августе. Его сдали. Затем на сэкономленные после проведенных торгов средства отремонтировали еще 50 метров улицы вдоль здания Первомайская-12. Сейчас идет третий этап ремонта. Это стало возможным благодаря дополнительному финансированию, которое было выделено из регионального бюджета. Видим, подрядчик, он работы в принципе ведет. Он 70% выравнивающего слоя положил. Сейчас уже занимается демонтажом и устройством бордюрного камня. Бордюрный камень будет меняться на протяженности чуть более километра. То есть не весь бордюрный камень будет подлежать замене. И сейчас уже у нас на стадии заключения третий контракт. Это также на экономию сложилось. И вот участок самый, наверное, больной для нас и долгожданный. Это от Первомайской-12 и до самой улицы Ленин. Это вот как раз я говорю, что в три этапа будет реализовано. В принципе, по срокам у нас до 20-х чисел октября задача работы данной завершить. Этот пешеходный переход возле первой школы представляет опасность, считают жители. Особенно обеспокоены родители младших школьников. Пока они рассчитывают только на счастливый случай и правила дорожного движения. Первая школа, там все сохранится в прежнем виде. То есть будет искусственная неровность, нанесена разметка, пешеходный переход. Но светофор пока не предусматривается, потому что, еще раз напомню, это в рамках ремонта идет. Это не капремонт, не реконструкция, а в рамках ремонта. Мы меняем изношенные слои асфальтобетона с частичной заменой бортового камня. С учетом погодных условий ориентировочно дорога будет полностью отремонтирована в 20-х числах октября. Берчане обратили внимание на участок дороги улицы Павлова. Здесь образовались несколько выбоин. Техническое решение по ремонту участка уже принято. Горячим асфальтобетоном будет заделан. В ближайшее время, до конца сентября. Отметим, в этом году в рамках программы «Безопасные качественные автомобильные дороги» отремонтируют более 13 километров дорог.